Сказка Сивка-Бурка Жил-был старик, и было у него три сына, два умных да хозяйственных, а младший сын только и делал, что на печи спал, все его Иванушкой-дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу, добрая уродилась пшеница, но повадился кто-то её мять да топтать. — Сыны мои милые, — просит старик, — стерегите пшеницу каждую ночь по очереди, поймайте мне вора. Настала первая ночь, отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал, проспал до утра, а утром братьям и говорит. — Всю-то ночь не спал, пшеницу стерёк, промёрз весь, а вора не видал. На вторую ночь пошёл сторожить средний сын, да не выдержал и тоже заснул. На третью ночь приходит черёд Иванушки-дурачку идти. Взял он верёвку и пошёл в поле, сел на камень, стал вора дожидаться. В полночь прискакал конь, одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, Из ноздрей пламя пышет. Стал конь пшеницу есть, не столько ест, сколько топчет. Подкрался Иванушка к коню, накинул ему на шею верёвку, вскочил на него ловко, крепко за гриву ухватился. Рванулся конь изо всех сил, да не тут-то было. Принялся носить молодца по чисту полю, скакал-скакал, не смог сбросить. Вот взмолился конь. Отпусти ты меня, Иванушка, я тебе за это великую службу сослужу. Как понадоблюсь тебе, выйди в чисто поле, свистни три раза молодецким по свистам, крикни богатырским по крикам. Сивка-бурка, вещая-каурка, встань передо мной, как лист перед травой. Отпустил Иван коня, пришёл поутру домой и рассказал братьям, какого коня в поле поймал. Не поверили братья Иванушки, стали над ним смеяться, да только с этой ночи никто пшеницу не трогал. Оправил тем государством царь, и была у него дочь красавица, какой на всём белом свете не сыскать, только не могла она себе жениха по сердцу найти. Вот и приказал царь посадить Елену Прекрасную в тереме высоком у окошка решетчатого. Кто на своём коне до царевны доскочит, да с руки её золотой перстень снимет, за того она и замуж пойдёт. Стали со всех сторон к царскому дворцу на добрых конях молодцы съезжаться. И старшие братья собираются, не за тем, чтоб самим скакать, а хоть на других посмотреть. И Ивану охота счастья попытать, а братья над ним смеются. Сиди дома, дурак, туда же, за соколами, курица. Стала Иванушка горько плакать. Вывели ему шелутил лошадёнку. Лошадёнка на ногах шатается, на каждом шагу спотыкается. Езжай, дурак, людей смеши. Выехал Иванушка в чисто поле, широкое раздолье. Свистнул молодецким по свистам, крикнул богатырским по крикам. Сивка-бурка, вещика-урка, встань передо мной, как лист перед травой. Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пыщет. Рассказал коню молодец о своей печали. Ну-ка, полезай ко мне в правое ухо, а в левое вылезай. Послушался Иван и стал таким молодцом, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поскакал он к царскому дворцу. А там народу, видимо, невидимо. На руке у Елены прекрасный перстень сверкает, а собою она из красавицы красавица. Все царевны любуются, а скакать не решаются. Разогнал Иванушка коня, прыгнул три бревна, не допрыгнул. Удивился народ, а молодец повернул сивку и помчался в чистом поле. Влез коню в левое ухо, в правое вылез и стал по-прежнему Иванушкой дурачком. Домой пошел, на печь завалился. Братья из города приезжают, рассказывают. Такого богатыря мы сроду не видывали. Только три бревна до царевны не допрыгнул. Братья, не я ли кто был? Спрашивает Иван. Да что ты дурак! Сиди на печи, да муху оби. И на другой день братья ехать собираются. А Иван снова коня просит. Дали они ему хромую кобыленку. Едет Иванушка, а народ над ним смеется, потешается. Выехал в чисто поле широкое раздолье. Посвистал сивку бурку. Сделался молодцом и ко дворцу поскакал. Разогнал коня, прыгнул. Одно бревно не допрыгнул. Видели, откуда приехал, да не видели, куда уехал. В чистом поле обратился в прежнего Иванушку. Сивку бурку отпустил. Набрал в лесу мухоморов, домой пошел. Рассердились братья и жены. Какие ты, дурень, грибы принес? Только тебе одному их и есть. Приехали братья, стали сказывать. Снова молодец был. Лишь одно бревно до царевны не доскочил. А не то ли я был? Да ты что, дурак, совсем ума лишился. И на третий день братья ехать собираются. Младшего с собой не берут. Стал Иван у них коня просить. Дали ему братья жеребенка одноглазого. Потрусил Иванушка на нем колодцу. А народ над ним смеется. Пальцем показывает. В чистом поле, в широком раздолье, сивку-бурку кликнул. Добрым молодцем оборотился и ко дворцу поскакал. Примчался к высокому терему. Разогнал коня. В самое небо взвился. И доскочил до царевны. Снял Иванушка перстень заветный с ее руки. В алые губы поцеловал. И умчался. В чистом поле, сивку отпустил, пришел домой. Одна рука тряпкой обвязана. Скоро и братья приехали. Стали о добром молодце рассказывать. Как царевну поцеловал. Да перстень с ее руки снял. Братцы, не я ль то был? Спрашивает Иван. Да ты, дурак, последний ум потерял. Захотелось Иванушке на царевне драгоценный перстень посмотреть. Развязал он тряпку. А во всю избу, как с солнцем, и осветило. Перестань, дурень, с огнем баловаться, кричат братья. Пора тебе совсем из дому выгнать. Через три дня царь большой пир созвал. И велел всем молодцам на том пиру быть. А кто ослушается, тому голову с плеч долой. Нечего делать. Пришлось братьям взять с собой и Иванушку дурачка. Ходит Елена прекрасная. Почует гостей медом, а сама смотрит. Нет ли у кого на руке перстенька заветного. Обошла всех. Подходит к последнему, к Иванушке. А он за печкой сидит, одеженька на нем худая. Лаптишки рваные, лицо в саже. Почему это у тебя, молодец, рука обвязана? Ходил в лес по грибы, да на сук накололся. А ну-ка, развяжи. Развязал Иванушка тряпку. А на пальце у него перстень заветный так и сверкает. Тут царевна побелела вся. Да делать нечего. Взяла дурачка за руку, к царю подвела. Вот, батюшка, мой суженый, знать у меня судьба такова. А Иванушка выбежал на крыльцо. Свистнул молодецким по свистам. Крикнул богатырским по крикам. Сивка, бурка, вещика, урка, встань передо мной, как лис перед травой. Прибежал конь, встал перед ним, как вкопанный. Влез Иван ему в правое ухо. Влез и стал молодцом. Лучей на свете нет. Как увидела его Елена, прекрасная, так от радости засияла. Тут ждать, рассуждать не стали. Да и свадьбу сыграли. А старших братьев Иванушка на конюшню послал. Ходить за хромой кобыленкой, шелудивой лошаденкой, да за одноглазым жеребенком. Субтитры создавал DimaTorzok